доброе утро папа говори о чем говорить будем о вчерашнем вопросе тыс господа резан да господи сынок что не так если я выпил немного с этой женщиной да есть тема поважнее махмет кемаль пусть пока мама не чем не знаю твое хорошо папа не волнуйся я никому ничего не скажу но и мама не сможет видеть кемали таким он в настоящем отчаянии еще никогда не видел его таким а как он может не быть таким папа бахар переступил чизн ушла со свадьбы в последний момент сказал бы прийти домой он и домой не приходит подожди давай не будем давить конечно подождем немного когда он придет себя рано или поздно убедим его и он вернется домой немножко успокоиться но я поговорю с ним сейчас он в общежитии скают пару дней будет там не будем ничего говорить ладно мне нужно с цельюль поговорить ты вернешься конечно домой махмет кемаль вернешься звонок так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Так же не было спланировано то, что моя мама выпила с твоим отцом немного Рызан Огус Да, Огус Детка, думала, что избавишься от меня? Думала, что сможешь бежать от меня? Слушай, кто-то от тебя сбегает, что ли? Послушай, что ты замышляешь? Кто этот Осман Козан, а? Почему меня Арханом назвал? А это его дом? Ферман, дорогой, я это поглажу Хорошо, спасибо Все хорошо с тобой? Кемаль очень расстроился Это правда так Я тоже не могу найти никакой смысл случившегося Как Бахар могла такое сделать? Зачем? Как же не повезло, однако, моим братьям Одному у нас пырнуло Ферде Другому Бахар Я открою Я открою Добро пожаловать Здравствуйте Заходи Добро пожаловать, Кадер Привет, сестра Элдис Слушай, сестра Элдис Я понимаю, я так вот пришла А ты взлешься на сестру Хотите, я... Ты же никак не связана с произошедшим В чем ты провинилась, скажи мне Да, Элдис права Продолжай работать Спасибо Да, дорогой Джунейт Я тогда начну работать Что? Он в общежитии разместился? Вы в жизни не позволили Я его там не оставлю Я его оттуда привезу Домой Что значит, чтобы ему было комфортно? Потому что ему там будет комфортно Ну, хорошо Хотя бы пойду увидеть его Ладно, скажи мне Где это общежитие находится? Хорошо, я знаю это место Ладно, дорогой, целую Что, Кемаль в общежитии остается? Да, он разместился там Я просто не могу в это поверить Эрман Мне нужно поскорее увидеть его Кто знает, в каком он состоянии? Да, конечно Ты посмотри Камера, дорогая Ты закончишь гладить, ладно? Я поскорее выйду Конечно Конечно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бахар Где ты столько дней? На звонки тоже не отвечаешь Это тебя где носит? Сказал, что у тебя дела в Анталии И куда-то пропал И уже две недели тебя как ни слышно не видно Чего ты вдруг вспомнил меня? Что камень в голову ударился? Не выводи меня из себя Боже мой У меня была работа Я работал И Смотри, что я тебе купил И что же это? Сначала расскажи мне Что замышляешь? Сейчас не могу рассказать Пусть тогда побудет у меня К вечеру я приду Будь уверена, тебе понравится Хорошо, хорошо Только не приходи с пустыми руками Иначе я не пущу тебя домой Что это? Что ты делаешь, а? Давай уходи, пока никто не увидел Давай Давай, ладно Уйду О, ничего себе Что мама только не нарожает Что мама и Лиза Была с таким человеком Кадер, можно я тебя? И ту Да, господин Ферман Я вижу, ты очень любишь романы С иллюстрациями Да, я люблю Вчера в комнате увидели, да? Я смотрю, вы тоже любите? Да, тоже люблю Это тебе Может, поднимут настроение Господин Ферман Большое спасибо Ну, правда Зачем вы это сделали? За что я сделал? Не преувеличивай Ладно Я открою дверь Сестра Илдес не здесь? Нет Ханбан, заходи же Илдес не дома Брат Ферман Я узнала, что случилось И еще расстроилась Как с Кемаль? Ой, не спрашивай Не в порядке он Как же это могло произойти? В последний раз Все же было нормально Принеси мне кофе С молоком пусть будет Мы тоже не знаем подробностей Но Кемаль очень расстроен Он в общежитии остается Илдес пошла посмотреть, как он Почему? Почему, Бахар? Почему? И это закончилось Каждый раз заканчивается Что такое? Слушай, брат Ты можешь потише, а? До утра Не мог заснуть из-за тебя Слушай, иди отсюда Ты чего несешь, а? Сиди здесь, как человек Иначе Проваливай А что, если я не уйду? Послушай меня Так, все Все, все Кемаль Простите, пожалуйста Ладно, господин Никаких проблем Я его сестра Сестра А так, когда он следил Своим братом Да, конечно Вы очень правы Простите, пожалуйста Кемаль, это что? Что ты делаешь? Здоровья, ручка Твоим тетям Очень вкусно Приятного аппетита Мама тоже очень любит Твой бурек Как-нибудь Приготовлю И тоже отнесем Тетя На днях Ну Помнишь тот день Когда ты была пьяна Ты словно хотела Мне что-то сказать Я? Да нет Что я могла сказать? Это были глупости По пьяни Ты сказала Есть секрет Сказала Что никто не знает Не знаю Что-то такое Но не рассказала В полной мере Да нет Какой секрет? Что может быть? Ты уж прости меня Ну Сглупила немного Да Даже не знаю Сказала Про Эдди Бе Что она Не виновна Ну Что-то такое Я тоже не смог Разобраться полностью Твоя мама Твоя мама Твоя мама же Больна Я Очень расстраиваюсь Из-за этой ситуации С ней Кто знает Какие еще глупости Я тебе сказала А что ты Интересно Собиралась сказать? Дорогой А что я могла сказать? Ничего Но На самом деле Есть тема Которую я хотел бы Обсудить с тобой Какая? Известно У Дженеи Это будет свадьба Мы с тобой ранее Это не обсуждали Но Если в твоем сердце Тоже кто-то поселился Тебе тоже Хотела бы Все организовать? Нет Еще чего Тетя Я не планирую Жениться Разве может Такой быть? Возраст Ты уже настал Послушай На днях Я к подруге Домой ходила У них Дочка такая Красивая Выросла Такая превосходная Я как ее увидела Сразу вспомнила о тебе Думаю Она очень подойдет тебе Что скажешь? Слушай Не смейся Я очень серьезно Если хочешь Я могу тебе показать Ее фотографии Простите Вы разговаривали Кажется Я отвлекла Нет Мы так и в воде Воздухе говорили Мама Зухре Моя мама ранее пришла Если хочешь Можем обсудить свадьбу Да Хорошо Доченька Я сейчас приду Ты об этом Все-таки подумай Давай Убегай Тетя Сколько Сколько Сможешь Убегать Ладно Не плачь Бахар Пожалуйста Послушай Я обещаю тебе Все пройдет Иди Пожалуйста Умойся Да нет Ладно И так Все нормально Со мной Мама И сестра Знают Что я здесь Да Мы сказали Ну а Кемаль Как он Где он Успывался ночью Не знаю И не видел Пожалуй Я пойду уже Куда ты идешь Бахар Садись Поешь Чего-нибудь Позавтракали бы Нет Нет Я пойду Кемаль Пожалуйста Не надо Слушай Ты уже не в состоянии Даже на ногах Стоять Сестра Не влежь Кемаль Слушай Пожалуйста Ты не такой человек Ты сильный человек Разве за девушке Можно находить Такое состояние Сильный я Так получается Какая сила Сестра Какая сила Бахар Сказала Что ты не был Грузом И она Не может Все время Возиться С моими Проблемами Я ей Надоел И она Больше Меня не любит Пускай Всевышний Проклинает Бахар Не говори Мне о ней Ладно Кто она такая Не Не говори так Сказать тебе Кто Бахар Так вот Бахар Сотворила Все это Сестра Бахар Показал Мне Кто я Такой Я Кемаль Приятно Познакомиться Я Огромное Ничто А ты Сестра Этого Ничего Кемаль 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 Родь Всевышнего Давай Пойдем К нам Пожалуйста Примешь Ванну Придешь С тебя Тебе Пойдет На пользу Слушай Уйди Сестра Оставь Одного Не хочу Для тебя Быть грузом Я Очень Провинилась Перед вами Госпожа Зухра Правда Приношу извинения Не страшно Господа Резан Давайте Не будем Сейчас Думать Об этом Завтра Послезавтра У наших Детей Будет Свадьба Давайте Обсудим Это Извините Господа Зухра Конечно Алло Эрхан Все нормально Нормально Давай Чуть позже Позвоню тебе Говорите Говорите Слушай Ну так Нельзя Не надо Постоянно Звонить Раз уж Собирался Так волноваться Так и сам Б тоже Прилетел Ладно Хорошо Пойду В комнату И позвоню тебе Вы бы Поговорили Спокойно Нет Нет Он сейчас Очень затянет Мы и так Очень нервные Не хочу И вас нервировать С вашего Позволения Конечно Последние Наработки Вот здесь Вчера Я их собрала Папа Хочешь Посмотреть Чертежи Готовые Все Как мы Обсуждали Надеюсь Все хорошо Ты тоже Посмотрел бы На это Дело Готово Я посмотрел Ты Обсудила С Ильвель Последние Вносимые детали Мы работали С Джунейтом Я посмотрел Отец Осман Неплохо Получилось Хотя Немножко Напоминает Приглашение На свадьбу Да нет Не преувеличивай Чепуха С вашего Позволения Схожу В уборную Да ладно Огус Чего ты так Обнаглел Да и мы же Вечером Собирались Встретиться Да Хорошо Я знаю Это место Да Кафе Мило Я тоже Соскучилась А потом Пойдем Ко мне Давай Пока Я Собиралась В уборную Иди Дорогая Иди Миленькая Миленькая Кемаль Слушай Я не хочу Видеть тебя Таким Хватит Уже пить Тогда Уйди Тот Кто не хочет Видеть Уйдет Сестра После того Как ушла Бахар Все можете Идти Кемаль Почему ты Не понимаешь Говорю Это не стоит Того Ради нее Не стоит Ладно Все Сестра Хватит Кемаль Слушай Я с братом Фирмана Поговорил С твоим Он Своими ушами Услышал На самом деле У папы Дом Просила Бахар Хватит Сестра Говорю же У нее были Другие намерения Пойми же Ладно Все Хватит Сестра Я не хочу Слышать Кемаль Все Уйди Сестра Я хочу Остаться Наедине С собой Уйди Я никого Не хочу Видеть Ну Ладно Ну Не пей Много Ладно Сестра Ладно Хандан Я от брата Фирмана Узнала Сестра Лыс Что вы здесь Я очень расстроилась Кемаль В ужасном Состоянии Хандан Он никого Не хочет Видеть Меня Чуть Не выгнал Он Очень изменился Будто Стал Другим Человеком Я тоже Буду Переживать За него Но Давай я тоже Попробую Хорошо Давай Ты попробуй Но если что Случится Дай мне знать Ладно Хорошо Ты не волнуйся Сестра Лыс Что? Ой Простите Пожалуйста Я пришла Эрхан Не переставай Разговаривать Не смогла Положить трубку Ну раз уж мы Все здесь То давайте Обсудим Эту свадьбу Да Давайте Вы правы Давайте Мы тоже Возьмем паузу Господа Резан Мы на самом деле Для свадьбы Некоторые Приготовления Провели И платье Уже готова Свадебная мама Превосходно Почему Когда речь идет о свадьбах Девушки и женщины Всегда думают Только о платье Но это женщины Дядя Когда они Девают свадебное платье Я не думаю Что все закончилось Когда придет Господин Эрхан Вы говорили Эрхан Он же наверное Полетит на свадьбу Да Сынок Между Господином Эрханом И господой Эрхан Есть кое-какие Проблемы Личные Папа На самом деле Все еще Не хочет Моей свадьбы Поэтому немножко напряжен А почему Насколько мне было известно Он убедился Но это эрхан Он то одно хочет То другое Но все вместе Будем убеждать Тогда Очевидно Очень чувственно Относятся к этому Для папы Дочери являются Очень важными Конечно Это так Самое главное Где мы свадьбу Будем проводить Не обязаны В Анкаре устраивать Джинейт Пускай свадьба Будет незабываемой Свадьба Такой пары Которая так сильно Подходит друг к другу Должна быть превосходной На самом деле Кто-то Устраивает Под водой Или же В воздухе Может что-нибудь Такое сделать Слушай Если продолжишь Так говорить То ты просто Не увидишь Эту свадьбу Знаете Пусть Джинейт Будет рядом со мной Остальное Не имеет значения Мне больше Ничего не надо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому